Отличный морозный денек, чтобы выгулять новый гаджет в новом парке в Москве. Это зарядье, все что здесь происходит вокруг. И в этом видео я расскажу немножко о парке и немножко о новой камере GoPro Hero 6 Black. Всем привет, это Дроидер, с вами Валерий Истершев. И как вы уже, наверное, поняли, это тест камеры GoPro Hero 6 Black. Вот она у меня в руках и большая часть этого ролика тоже будет снята на эту камеру. Мне кажется, лучше проверки не придумаешь. О, кстати, это мы подошли ко входу в ледяную пещеру. Вообще в парке зарядье пытались отобразить всю Россию, то есть показать различные климатические условия. То есть в ледяной пещере вроде как должна поддерживаться температура минусовая. Также есть как бы и другие зоны, но начнем с этой. В общем, не повезло, ледяная пещера закрыта, а это научно-познавательный центр. Тут всякие мастер-классы для детей проводятся. Ну, жаль. Что самое интересное, написано, что ледяная пещера откроется в декабре. Ну, собственно, когда будет мороз. Видимо, с климатическими изменениями все не так просто. А мастер-классы тут, похоже, серьезные, с микроскопами. За большую часть нововведений в новой модели GoPro стоит похвалить процессор GP1, разработкой которого занималась сама компания GoPro. По сути, это первая камера с процессором от GoPro. И теперь эта малышка умеет снимать 4K в 60 fps и slow-mo видео, 240 кадров в секунду, в Full HD. Сейчас мы погрузимся в березовую рощу. Понятно, что березок здесь пока немного, и они еще не очень-то окрепли, потому что парк буквально недавно открыли. Но со временем тут будет настоящий маленький лесок. И именно в этой березовой роще я сделаю двухэтапный тест slow-motion. Теперь камера GoPro Hero 6 Black умеет снимать slow-motion 240 кадров в секунду в разрешении Full HD, то есть 1080. Наверное, самое главное строение в парке Зарядье – это вот эта вот филармония. Сверху стеклянная крыша или стеклянная кара, я вроде бы называют. Есть внешняя часть, то есть вот тут могут происходить какие-нибудь концерты, и также есть внутренняя часть, собственно, концертный зал. Но вот тут мне нравится. И, кстати, обратите внимание, народу не так много, учитывая то, что погода плохая, и народу немного, и можно на все посмотреть спокойно. Насколько я понимаю, тут под куполом должно быть теплее, чем вокруг, потому что сверху вот такие вот нагреватели. Я не сильно ощущаю, что здесь гораздо теплее, но вот когда встаешь прямо под нагреватель, цветок немножко греет. Это приятно. Единственное, странно, почему здесь нет каких-нибудь скамеечек. Вот когда вот забрался уже в самое теплое место, хочется здесь присесть. Вот тут вот главная релакс-зона идет. И вот с той стороны может происходить какое-то шоу. Неплохой вид. Внешне ни камера, ни комплектация GoPro почти не изменилась по сравнению с пятеркой. Это по-прежнему тот же влагозащищенный корпус, который можно погружать на 10 метров под воду. Вот такой вот держатель, чтобы разные аксессуары цеплять. Кроме того, здесь есть несколько отсеков. Один из них это для зарядки USB Type-C и есть еще HDMI. И сзади у нас еще один отсек. Сюда вставляется батарейка и карт памяти. Приятно, что у GoPro есть полноценный сенсорный экранчик. Понятно, что это появилось не с этой версии, но тем не менее это здорово. Кроме того, здесь еще есть зум. Вот такой вот цифровой зум. Раньше его не было. За счет новых алгоритмов постобработки, новым процессором стал существенно лучше цветопередача. Увеличена скорость динамической экспозиции. Это когда свет быстро меняется или его мало. И это очень важно. Как следствие, камера получше стала снимать ночью. И как будто бы картинка выглядит более детализованной. Единственное, что меня по-прежнему раздражает, это вот этот вот противный пищащий сигнал. И я первым делом, на самом деле, когда беру GoPro, выключаю звуки полностью. Не знаю, но вот эти вот пик-пик-пик, они, мне кажется, еще с первой версии вот такие вот неприятные. Прям вот хочется, чтобы сделали какой-нибудь для слуха более лучший звук. Подхожу к главной достопримечательности и излюбленным местам для селфи. Это так называемый парящий мост. Он как бы нависает над рекой. Над Москвой рекой. И там открывается красивый вид. Очень прикольное ощущение на самом мосту. Кажется, как будто бы прям над рекой. Некоторые тут даже кричат, что им страшно. Ну, что-то я прям жуть не испытываю, но красиво. Что касается управления, тут все достаточно просто. Осуществляется с помощью свайпов. Когда мы тянем в эту сторону, здесь различные настройки стабилизации или какой-нибудь режим для съемки при плохом освещении. Когда мы тянем сверху вниз, в этой шторке можно войти в настройки. И если мы делаем свайп в эту сторону, то просматриваем галерею. И можно и ролики, и видео отсюда просмотреть, которые вы только что сняли. И это прям удобно. Я не понимаю, как пользователи GoPro без этого жили. Хо! Даже звук, кстати, есть. Который касается парка Зарядия. Его проектировали ребята, которые делали парк Highline в Нью-Йорке. Который сделан на заброшенной ветке железнодорожной. Я там был и даже одно видео оттуда снимал. Вконтакте, Фейсбук, одноклассники. И на самом деле их почерк чувствуется. Если говорить про Highline, там как раз больше всего был сделан упор на то, как урбанистическая культура сталкивается с природой. С такой дикой природой. Много различных деревьев, кустов, растительности. И в то же время бетон, различные такие штуки. Все это вплетается. И в Заряде тоже чувствуются вот эти вот нотки. Вот посмотрите, например, как эти плитки заходят на газон. И они как бы связываются друг с другом. Еще имеются голосовые команды. Например, такие. GoPro, сделай фото. GoPro, снимай видео. О, запись пошла. Почти с первого раза на самом деле команды работают. GoPro, стоп. И достаточно интуитивные. И главное на русском. В GoPro Hero 6 Black появилась более навороченная стабилизация. Она хоть и цифровая, но вроде как картинку выравнивать неплохо. Вот на этой лестнице сейчас проверим. Сначала пойдем медленно. Попробуем пробежаться. Судите сами, как она стабилизирует. Вам, наверное, лучше видно. С той стороны камеры я сейчас оценить не могу. Но картинка выглядела достаточно стабильной. Хотя я сам больше являюсь фанатом полнокадровых беззеркалок. Одно другого не заменяет. Я понимаю ценность GoPro. Это супер компактная камера, которая теперь умеет снимать 4K 60fps. Ее всегда можно положить в карман. И кроме того, это экшн камера. Ее можно зацепить на ваш сноуборд, скейтборд, на автомобиль. Здесь есть множество различных аксессуаров. Не в комплекте конкретно у меня. А вообще, в принципе, они все совместимы. Еще с самой первой модели. Кроме того, GoPro является отличным дополнением к смартфону. И если вы даже не знакомы с монтажом, есть специальное приложение, опять же, от компании GoPro, на которое можно делать так называемый автомонтаж. Сейчас покажу. Так, ну что ж, и как все это работает? Выбирайте какие-нибудь ролики, вот снятые недавно. Можно, кстати говоря, тут их сразу обрезать в приложении. Но мы сделаем из них небольшую историю. Теперь они копируются на iPhone достаточно быстро, если они не очень большие. Ролики скопировались на iPhone, теперь откроем их в Quick. Это как раз тот самый редактор для автомонтажа. Новый проект. Я уже, на самом деле, монтировал в нем всякие разные ролики. Делается все очень просто. Выбираете какой-нибудь подходящий для вас профиль, и у вас получается готовый ролик, который можно запостить, например, в Instagram Stories или еще куда-то. Кроме того, музычку вы можете выбрать какую-нибудь другую, не обязательно, которая есть в профиле, отдельно. Также можно добавить сюда еще какие-то дополнительные клипы. Но выглядит все это вот так. Добавляются какие-то прикольные транзишены, спецэффекты, некоторые даже титры. Вот это, по-моему, получилось отлично. Можно ее сразу зашерить в какую-нибудь из соцсетей или сохранить непосредственно в галерею. Я сохраню в галерею и запощу ее в Instagram Stories. Кстати, подписывайтесь на мой Instagram, чтобы не пропускать подобные штуки. Я не так часто пощу фоточки, но, тем не менее, такое случается. В общем, в целом, парк произвел приятное впечатление. Единственное, жалко, что в ледяную пещеру не попали, пока она не работает. И все-таки видно то, что какие-то вещи сейчас еще дорабатываются, и вообще все растения должны еще подрасти и прижиться. И я думаю, что парк расцветет по-настоящему, наверное, где-то через года 2-3. Но, в принципе, уже сейчас можно сюда заходить, гулять. Тут очень приятно. И я удивился, что здесь так мало народа, потому что сказали, что здесь народ будет всегда очень много. Видимо, это связано с тем, что все-таки сегодня холодно. Ну, а теперь пора подвести итоги теста камеры. Для меня, и, как, наверное, для многих, главное нововведение в Hero GoPro 6 Black, это, конечно, качество картинки. Оно серьезно улучшилось. Во-первых, этот цвет передачи, она более честная, более правильная и какая-то более сочная. Кроме того, новые режимы 4K, 60 FPS, slow motion, 240 кадров в секунду в Full HD и стаб, который уже может помогать снимать с рук. Достаточно эффективно. Но при этом я не говорю, что нужно сразу же бежать менять свои предыдущие GoPro, особенно пятую версию на новую. Все-таки взвесьте все за и против. Стоит она немало, 39 тысяч рублей. Официальный ценник, а предыдущая модель все-таки подешевле. И, может быть, для ваших задач как раз-таки подойдут лучше предыдущие модели, они тоже хорошие. Это был тест GoPro Hero 6 Black на Дройдере. И с вами был Валерий Истышев. И, кроме того, это еще был один из моих первых опытов съемки на GoPro. Ну, вот, чтобы так ходить по парку и снимать себя, и что происходит вокруг. Впервые такое. Конечно, я тестировал предыдущие модели, но это было немножко другим. Надеюсь, вам понравилось. Мне лично, да. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте этому ролику лайк, если вам зашло. И до встречи в будущем. Так, там.